Добрый день, дорогие друзья! Я с радостью приветствую вас на своей авторской программе «Достояние Одессы» – программа о людях, на плечах которых, как на плечах моих замечательных атлантов с улицы Гоголя 2. Видите, вот мои атланты, которые держат на своих плечах землю. Это программа о людях, которые что-то умеют делать. И это люди замечательные, потому что именно их дела движут и развивают нашу Одессу. Вот как когда-то, видите, мы сидим в замечательном уголке старой Одессы. Это творение Бернардаци. Вот когда-то он творил и оставил это потомкам, оставил это нам. Так и мои люди что-то делают. Это замечательный ресторан Бернардаци, который назван именем великого Бернардаци. И они любезно предоставляют нам возможность, мне такую возможность, встречаться здесь и разговаривать с моими гостями. Благодарю их. Сегодня у меня будет замечательная встреча с очень красивой молодой женщиной. Я всегда с удовольствием наблюдаю за такими людьми, которые не боятся в этой жизни рисковать, находить какие-то новые пути для своей жизни. Вспоминаю всегда слова великого Гёте. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Вот сегодня у меня встреча будет с такой женщиной, которая умеет в этой жизни притворять жизнь своей мечты. В гостях у меня основатель и руководитель школы английского языка Мария Ланголева. Правильно, Мария? Да, абсолютно верно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это школа вашего имени. Вы отвечаете за качество, вы отвечаете за все, что вы делаете своим именем. Правильно я говорю? Абсолютно верно. Но это не только школа английского языка, это школа иностранных языков. Школа иностранных языков, школа языков, да. Преподаем не только английский, также мы обучаем немецкому, французскому, испанскому. Ну понятно, все языки. И планируем продолжать развивать также другие. Отлично, что вы рассказали обо всем этом с самого начала. Первая часть моей программы посвящена истокам. И, конечно, обычно я говорю о жизненном пути человека, как он все-таки нашел свое призвание. Вот, например, в вашей жизни английский язык, да. Как он возник. И вот этот путь ваш, расскажите, пожалуйста, о нем. Ну, скажем так, скорее всего, что не конкретно английский привел меня в профессию. Это мечта моего детства, в принципе, преподавать и быть учителем. Все-таки быть учителем? Да. Неважно, каким, но учителем. Я хотела быть учителем младших классов. Начальной школы, да? Начальной школы, да, с детства. До этого у меня еще была одна мечта – быть актрисой. Но, понимая, что, наверное, в наше непростое время актрисой мне не стать, я остановилась на профессии учителя. Я думаю, что вы стали бы актрисой, если захотели. У меня ваш пыл и талант, я думаю. Вы только захотите, и у вас все получится. У меня еще все впереди. Ну, сейчас профессию актрисы, кстати, я реализую в своем проекте для подростков, который называется «Тин Сток», там, где я общаюсь с нашими студентами… Скажем об этом обязательно. …на актуальные темы нашего времени. И я думаю, что все мои мечты сбылись. Поэтому я даже если я не мировая актриса, то я актриса своей школы и своего проекта. Да, точно. Я считаю, что профессия актрисы и профессия преподавателя где-то очень… Сродни, да? …сродни. Они перекликаются между собой, потому что мы находимся под зорким прицелом наших учеников. То есть мы всегда должны быть в форме, на нас смотрят. Абсолютно точно. Я преподаю сама, подтверждаю это. Ты как на сцене. Возле доски ты как на сцене перед учениками? Абсолютно верно. Это твои зрители. Абсолютно верно. Наши ученики хотят быть на нас похожими. Кто-то восхищается, кто-то критикует. Поэтому где-то мне кажется, что это очень все близко. Профессия… В детстве у меня была мечта, конечно же, как я уже сказала, стать учителем. Наверное, младших классов. О английском языке на тот момент вообще никто не говорил. И сейчас в нашей школе мы обучаем детей с трех лет. В трех лет? С трех лет, да. То есть дети, которые пришли к нам в три года, сейчас они в третьем, в четвертом классе. И мы успешно с ними работаем. Когда я училась в младшей школе, как я уже сказала, эта профессия сразу же меня привлекла. И я обучала детей помладше, соседей. И у меня был журнал. То есть вы из детства? У вас все это было? Все это. И даже если мне некого было учить, я с удовольствием играла в школу одна. У меня был список. Можно кукол посадить и играть с ними? Можно было. Да, да, абсолютно верно. И до девятого класса я так как бы планировала, что я свяжу свою жизнь с преподаванием. В школе английском у нас на тот момент, можно сказать, не учили. И до девятого класса я вообще не понимала, что происходит в языке и что это вообще такое. Домашнее задание мне помогали выполнять друзья, мамы, какие-то соседи. Ну, то есть чтобы как-то прийти в школу хотя бы с чем-то выполненным. В девятом классе я пошла на курсы и с этого момента английского языка я влюбилась в язык, я наблюдала за нашим преподавателем. У нас была чудесная учительница, у нас замечательные отношения и сейчас. И, конечно же, я влюбилась в этот язык и поняла, что я буду учителем английского. Где вы учились? В нашем педагогическом университете Ушинского. Именно там вы учились в том числе и методике преподавания и всему, что связано с педагогической деятельностью. Скорее всего, большую часть того, что я знаю, я переняла у своих учителей и уже работая и посещая всевозможные курсы и семинары самостоятельно. Потому что не могу сказать, что в педагогическом университете я получила массу тех знаний, которыми я обладаю сейчас. То есть самоучение, самообразование – это самая главная задача перед человеком? Абсолютно верно. Я думаю, что человек, у которого есть желание, мечта, самостоятельно может добиться больших высот. Только он достоин. Потому что он не боится вступать в бой и добиваться всего самого. Вяжемся в бой и там посмотрим. Это замечательное слово. Так? Фраза. Когда я говорила о своем желании быть учителем, преподавателем, нашим родственникам, друзьям, мне всегда говорили, Маша, что это за профессия? Какая школа, да? Учителя у нас не зарабатывают деньги. Эта профессия в нашей стране не ценится. Но я сказала, что я буду заниматься тем, что мне нравится, и зарабатывать деньги. Марина, ну, к сожалению, это так в самом деле. Профессия учителя во многом девальвирована, особенно в младшей и средней школе. Но вы правы, что все зависит от человека. А как, кстати, в школе вы работали? Был у вас опыт работы в школе все-таки после окончания? В школе я работала совсем недолго, месяца полтора. Когда меня пригласили преподавать в школу, я уже работала на тот момент на курсах. На курсах у меня уже были большие достижения, несколько полноценно работающих групп. Поэтому работа в школе не была для меня как бы основной. Поработала я недолго, потому что после того, как я проведя уроки в школе и возвращаясь на курсы, сил уже как бы не оставалось. И я поняла, что мне нужно работать там, где я получаю деньги, а не распыляться и работая и в школе, и на курсах. На курсы меня пригласили работать, когда я была, когда училась на третьем курсе в университете. И долгое время... Вы начали преподавать там? Я уже начала преподавать, да, на этих курсах, которые я закончила. Преподаватели, которые работают со мной сейчас, являются моими учениками, бывшими, которые пришли ко мне. То есть ваши ученики стали вашими коллегами? Да, абсолютно верно. То есть вы формируете такой пул тех людей, которые с вами работают постоянно? Да, да. Вот мы уже долгое время вместе, уже 16 лет мы вместе. А какими качествами нужно обладать, чтобы работать в вашей школе? Вот какие принципы жизненные для вас важны? По какому принципу вы отбираете этих людей? Как сказал американский предприниматель Орен Баффетт, Ищите в человеке три качества. Интеллект, энергию и честность. Важные качества. Если у него нет последнего, то первые два не имеют значения. Абсолютно точно. Баффетт очень редко ошибается, когда говорит о чем-то. Я с ним согласна. Очень многие ценю его высказывания. Честность – одно из самых, наверное, наиболее важных качеств для меня в людях. Конечно же, профессионализм, энергия, активный образ жизни, целеустремленность, умение выходить из конфликтных ситуаций, идти на компромиссы. Быть трудолюбивым – это, наверное, тоже занимает одно из самых важных мест при выборе сотрудников для моей школы. Очень трудно, наверное, найти правильных людей. И мне повезло, что те люди, которые рядом со мной, мы вместе уже почти пять лет. И это моя семья, это моя опора, поддержка, мои друзья. Мне удалось создать команду мечты, о которой я, наверное, мечтала. В детстве? Возможно, в детстве я не мечтала о команде, о школе. В детстве я хотела быть просто учителем. О команде я начала мечтать позже, когда уже задумывалась о своей школе. И когда при общении с нашим директором, во всяких, в большом количестве других моментов, я думала, какой бы я хотела видеть свою команду. Вот такой, которая есть у меня сейчас. Мария, это здорово, когда мечты сбываются. И очень важно, чтобы вы добились того, чего вы хотели. И вот с этого момента мы можем начать и перейти к вашей школе. Во-первых, как вы решились создать вашу школу? Я понимаю, что заниматься бизнесом, а это все-таки бизнес, правильно? Это же не какая-то другая история. Даже если она гуманитарного характера, образовательным, это все равно бизнес. Это отдельно, очень сложно связанные вопросы, связанные с арендой, с налогами, со всем, со всем, со всем. Как вы решились все-таки начать и сделать свою школу? И почему решили сделать свою школу? Ну, наверное, я не отношусь к своей школе как к бизнесу. И мне как резало это слово ухо, так оно и продолжает. Продолжает все-таки, да? Да, оно продолжает мне резать ухо, потому что, мне кажется, бизнес – это чуть другое. Трудно сказать, что мы продаем знания, мы их передаем, мы вкладываем душу, энергию, наши профессиональные качества, нашу любовь. И, ну, как-то вот я могу сказать, что я занимаюсь не бизнесом, а делом своей жизни, в которое я вовлечена 24 на 7. Я понимаю, но все равно там есть деньги, там есть аренда, там есть деньги, там есть отношения. Там есть множество вопросов, там есть множество вопросов, кроме преподавания. Конечно. И от преподавания, наверное, осталось процентов 10. У вас лично? У меня лично, кроме всех тех обязанностей, которые я выполняю. Ну, вот видите, все-таки приходится с этим считаться, никуда от этого не денешься. Ну, да, точно. Мы живем в невыдуманном мире, а в реальном мире со всеми его проблемами, со всеми сложностями, в том числе и с коронавирусом. Я понимаю, что это была отдельная история вашего развития. Для многих это явилось отправной точкой – изменить многое, и мы поговорим об этом. Итак, вы решили создать свою школу, и как вы начали это делать, к чему вы приступили? Ну, наверное, вот когда я работала на курсах, о которых я вам уже рассказала, и наблюдая за всем, как выстраивается этот процесс, и я понимала, что у меня другое видение. Мое видение отличается от видения моего руководителя, от тех методик, от той методики, по которой мы на тот момент работали. То есть мне нужно было дать своим ученикам больше. Работая, будучи наемным сотрудником, у меня не было возможности реализовать все мои амбиции и все то, чего я хотела. Поэтому я поняла, что я поработаю там до какого-то определенного времени, и в любом случае буду работать одна, так как вижу, это я. И однажды моя ученица спросила, мы говорили о мечтах, и она спросила, Мария Игоревна, а какая у вас мечта? Да. Я сказала, я мечтаю о школе, которая будет называться моим именем. И на тот момент, знаете, я когда об этом говорила, если мы говорим о мечтах и целях, мечты – это что-то такое, оно может сбыться, а может не сбыться. То есть это то, к чему мы должны стремиться, над чем мы должны работать, но они также без трудолюбия организации, они также у нас и останутся мечтами. Останутся мечтами. Это двигательная такая история, которая дает нам заряд, но она может не исполнится, если ты не будешь трудиться. Абсолютно верно. Но она дает нам силы двигаться вперед и добиваться всего, чего мы хотим. И чем более она кажется нам несбыточной, чем более мы в ней сомневаемся, порой сомневаемся, да, она может нам казаться какой-то безумной, особенно для окружающих, тем слаще она, наверное, когда она исполняется. У вас большой коллектив сейчас, те, кто работает? Сейчас у меня работает 4 человека, и мы работаем над увеличением нашего педагогического состава, но мне сложно дается выбор людей в мою команду. Сколько учеников у вас в общей сложности? Приблизительно 300. 300 учеников? 4 преподавателя справляются с 300 учениками? Я вам скажу больше, с такой школой в других компаниях, наверное, там не только 5 преподавателей, там еще остальной состав приблизительно человек 20, но у нас это мы в пятером. И вы умеете работать с таким большим количеством людей. Какая-то специальная методика, что особенного в вашей школе? Вот если я, допустим, рекомендовала вашу школу и сказала, школа, языковая школа Марии Глаголевой, это школа, которая? Которая является уникальной, потому что в ней работаем мы, наверное. Это замечательно. Хорошо. Ученики ваши, вы берете их с трех лет, можете брать как минимум, да? Да. Как они развиваются? Какая у вас есть градация? Как дети растут? Как они, какие сертификаты вы выдаёте? Вот такая, скажем, кухня вашей школы. Немножко расскажите об этом, пожалуйста. В каких направлениях вы работаете? Какие можно получить сертификаты и так далее? Мы работаем с детьми дошкольного возраста, с учениками младшей школы, подростками и взрослыми. То есть от трех лет и до бесконечности. Приходят люди взрослые? Приходят, да. За 60? Ну, наверное, к 60. К 60, да? Таких не будет, и в 80 пока они не приходят, да? Ну, таких нет, к сожалению. Я думаю, что это может будет когда-нибудь. Но это очень интересно. Мне кажется, что и в этом возрасте можно было бы спокойно и с удовольствием работать с такими людьми. Во-первых, у них можно многому научиться, только их жизненный опыт дорогого стоит. Когда дети приходят, и вот знаете, мне кажется, что самые ученики, которые получают максимальное удовольствие, это дети, которые еще не обременены вот этими этой школьной системой, домашними заданиями, какими-то требованиями. Вот они прибегают на занятия, вот у них есть рюкзачок, у них все там аккуратненько сложено, все книжечки. И вот они получают кайф вот от того, что вот они этим занимаются. Также взрослые люди, когда они уже учатся, потому что они хотят это делать целенаправленно, и когда это их желание. Ну, это две категории, я могу выделить, да, такие самые, которые это все прям вот нравится-нравится. Ну, нравится это всем, потому что с каждым возрастом мы можем работать по-своему, и все ученики, которые у нас занимаются, бегут на наши занятия с удовольствием. Мы готовим к кембриджским экзаменам, и начиная со второго класса дети могут начинать сдавать международные экзамены, получать сертификаты, которые признаются во всем мире, и получать знания международного уровня. Я знаю, что в Украине ваша школа отмечена как та, которая очень успешно как раз готовит таких. Мы успешно работаем в этом направлении. Расскажите, по-моему, в 2018 году мы получили награду как золотой центр по подготовке к кембриджевским экзаменам. На тот момент, наверное, таких наград было порядка семи, десяти в Украине, да, и мы были в том числе. Это здорово, я поздравляю вас, это здорово. Спасибо огромное. Расскажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас весь мир столкнулся, вся система образования столкнулась с новыми проблемами, вызовами, связанными с коронавирусом, когда люди были вынуждены во многих сферах деятельности перейти на онлайн-образование, дистанционное образование. Расскажите, как здесь вы это восприняли, как смогли справиться с этим вызовом. Это очень интересно, мне кажется. Я думаю, что это новые такие методики, которые использовать можно даже не во время карантина. У нас замечательный опыт работы онлайн. Мы, наверное, никогда об этом... Я, вернее, до того, как появилась эта проблема, я задумывалась об этом, потому что это, конечно, все очень интересно. Но на это всегда не хватало времени. И знаете, когда на что-то не хватает времени, ты сталкиваешься с такой ситуацией, которая тебя потом заставляет действовать, принимать спонтанные решения, быстро, активно. И это все равно каким-либо образом должно было случиться. Опыта у нас не было абсолютно никакого. И буквально за пару дней до того, как был объявлен карантин, мне написали в фейсбуке знакомые из Германии, сможем ли мы заниматься с ними онлайн. Я говорю, да нет, вы что, у нас такое количество работы, у нас совершенно нет возможности работать онлайн, потому что мы все заняты. Они отвечают, ну, как бы, 21 век, все работают онлайн. Я говорю, ну, когда-нибудь мы к этому придем, но не сейчас. И буквально через пару дней, когда уже был карантин, и когда все начали переходить в онлайн, до этого у меня была одна встреча с коллегой из Марокко, мы обменивались опытом, подключали онлайн наших учеников вместе с ними. И вот это было, наверное, единственное, то, что у меня было связано с какой-либо онлайн вообще работой. То есть это первое знакомство, которое произошло. И когда уже родители не пускали детей на занятия, потому что эта ситуация и паника все распространялось очень быстро, я говорю, ну, значит, будем работать онлайн. И я, когда произносила эти слова, честно говоря, не понимала, что я говорю, потому что я не понимала, как мы будем работать онлайн. У меня преподаватель, она говорит, Мария Игоревна, а что же мы будем делать? Я говорю, ну, онлайн работать. Я произношу, думаю, боже, что я вообще делаю? Она говорит, как? Я говорю, ну, вот так. Говорю, ну, скажи, что у нас получится. Мария Игоревна, у нас получится. Я говорю, ну, все. И вот получилось. За один день мы перевели онлайн всю школу. Мы, все родители были задействованы в этот, вообще, наверное, в весь процесс, который, ну, родители младших учеников, все всем помогли. Подростки с удовольствием в этом разбирались, потому что они в теме, им все это нравится, они с удовольствием осваивали этот новый опыт. Первая, наверное, неделя была очень сложной, пока все во все это вникли, поняли, как это все работает. Ну, у меня такое ощущение, что первая неделя длилась месяц. Но мы со всем справились, все наши ученики остались с нами. Нито не ушел? Ушли буквально пару взрослых людей, которым нужно было из работы там уехать. Все дети, все подростки остались с нами. Это серьезный показатель? Да, это показатель. Многие школы, я знаю. У многих школ этот кризис очень коснулся. Курсы задеты были очень сильно все. Расскажите, пожалуйста, все-таки немножко подробно о методике. Вот вы в начале программы сказали о вашем театре. То есть вы делаете нечто такое интересное, и, может быть, поэтому это так притягивает к вам детей. Расскажите, пожалуйста, вот о своем театральном таком методе. То, что вы сейчас делаете и то, что вы продвигаете. Ну, смотрите, то есть мне всегда нравилось делать вот что-то такое необычное. То есть то, что отличало меня, наверное, от других. Когда я работала на курсах, у нас не было каких-то определенных требований. Чем мне там нравилось, в принципе, можно было делать, по крайней мере, там, то, что ты хочешь в каких-то рамках, да, но тебе не мешали. И оттуда вот у меня, наверное, мы постоянно ставили какие-то сценки, спектакли на Новый год, на День матери, на 8 марта. Все у меня ученики постоянно были задействованы. Я была уже не актриса, я была режиссером. И мне это всегда доставляло максимальное удовольствие. Перед Новым годом постоянно было без сил, но это такое, нет физических сил, но эмоционально, когда ты чувствуешь вот эту вот отдачу, когда все получают огромное удовольствие от процесса, это, конечно, дорогого стоит. Сейчас у нас также все мои преподаватели работают в этом направлении, и мы получали от этого процесса подготовки и уже выхода этого нашего шоу-проекта готового колоссальные эмоции. И зауч на тот момент всегда говорил мне, Маша, вам нужно уже ездить с вашими мюзиклами куда-то, кому-то нужно их показывать. Это были мюзиклы, это были уже мюзиклы, да? Потом у нас были и песни. У меня, знаете, сейчас уже парни, да, на тот момент, которые там учились у меня с детьми, им сейчас по 24, по 25. Вот они мне периодически пишут и говорят, Мария Игоревна, тогда было круто. А вот у нас были, вот они могли забыть там много чего, но вот эти утренники, вот эти, они у них остались в памяти на всю жизнь. А почему вы мне разрешали петь? А я говорю, ну потому что ты хотел петь, как я могла не разрешить? То есть если хочется петь, значит пой, и главное, чтобы это было всем в радость. Сейчас в нашей школе проходят постоянные всевозможные мероприятия, все преподаватели готовятся с детьми, все дети с удовольствием этого всего ждут. И также большое количество тематических занятий проходит, где мы знакомим с культурой, традициями, стран, языки которых мы изучаем. Англия, любовь в вашей жизни, я знаю. Англия, да, безусловно, всегда. Скажите, пожалуйста, Мария, вот как вы считаете, мы там говорим, что мы идем в Европу, что такое в вашем представлении идти в Европу? Вот как нам стать Европой? Потому что Европа, мне кажется, вообще в голове, в том числе в знании языков. Разве это не так? Как я вижу Европу в моем понимании? Ну мы, конечно, должны пересмотреть, скорее всего, свое отношение вообще к преподаванию. Потому что в Европе это все проще, да, там отношения между преподавателем и учеником, это дружеские отношения. Это даже теоретические, дружеские. Такие вот отношения, которые царят, наверное, у нас. То есть дети к нам бегут, спешат, потому что мы являемся их друзьями в первую очередь. Они не сидят вот так вот за партами? Нет. Они боятся, они ходят по аудитории? Они не боятся, они могут задать вопрос, который их интересует. Я всегда на этот вопрос с удовольствием отвечу. Мы можем шутить, я могу кричать, но они знают, что даже если я кричу, то я делаю это с любовью. Мы отправляемся на всевозможные экскурсии, мы купаемся, загораем. Конечно же, я не знаю, какое еще количество лет должно пройти, чтобы мы с нашим подходом оказались в Европе. Только изменить свое ментальное какое-то отношение к миру, наверное. Абсолютно верно. Ваши планы, я знаю, что вы расширяетесь, вы не стоите на месте. Как здесь это все у вас происходит? Ну, наверное, немножечко вернемся к тому, как вообще создалась та школа, которая есть у меня сейчас. Сейчас, наверное, повторяется этап, который я уже когда-то прошла. Да? Когда начинали? Ну, приблизительно, приблизительно это все у нас идет какими-то такими ступенечками. Сейчас это абсолютно не новое. Это, ну, как бы, наверное, так же страшно нельзя сказать. Уже не страшно. Страшно было когда-то. Сейчас уже просто на опыте, на каких-то определенных действиях все это повторяется. Когда, как я вам уже сказала, да, когда эта школа была у меня всего лишь мечтой, я начала задумываться, как, каким образом, каким образом я могла бы ее построить, свою, что для этого нужно. Она консультировалась с юристами, открыла частное предпринимательство. То есть я как положено. То есть я арендовала, там, пару часов кабинет в центре раннего развития. И первый год у меня было 5 учеников. То есть у меня было где-то там 6 групп на курсах, где я работала, таких полноценных, по 15-18 человек. На тех курсах я работала заучим, у меня была должность. Я себе думала, да зачем, как бы у тебя там, ну, классная такая работа, да, то есть уважение, там, какая, ну, вот что тебе, стабильность, вот что тебе вот это вот, ну, как бы дает. Но это давало такой заряд энергии, мотивацию и какой-то вызов перед собой, что, конечно же, над этим нужно было трудиться день и ночь. Ну, и на тот момент, как бы, где брать учеников, да, сейчас вот такое количество всевозможных, вроде бы, вариантов продвижения себя, да. Но я вот, как бы, на данный момент, так как я занимаюсь открытием второго филиала, самым, самым популярным, не знаю, самым популярным, нет, наверное, не популярным, правильным, да. Является все-таки сарафанное радио, когда о тебе говорят, когда тебя рекомендуют, когда ты не просишь, да, когда к тебе приходят, ну, тебе позвонили, потому что хотят учиться у вас, ну, о себе не заявляешь, ты себя никому не навязываешь. И вот по этому принципу мы все это время, в принципе, ну, как бы и работали. И, как знаете, как говорится, пришли, ну, вот эти, ко мне пять человек, и обычно друзья, там, какие-то знакомые, вот, если будет школа, мы придем. Ну, когда ты уже начинаешь это вот оно есть и предлагать, ну, как бы, не совсем все раз-два и прибежали, да, то есть уже начинается все равно как-то все это по-другому. Пришли другие люди, постепенно подтянулись новые. Я уже, я параллельно работала и на курсах, и проводила уроки в этом кабинете, который я арендовала. Потом я уже ушла с курсов окончательно и работала одна уже, я арендовала этот кабинет полностью. И когда мой рабочий день, там, с понедельника по пятницу, все время, которое рабочее, когда люди могут заниматься утром, там, или после обеда до вечера, было занято, когда суббота у меня была занята с восьми до восьми. Это было, наверное, последнее. Вы поняли, что это победа. Ну, это как бы, ну, трудно это назвать победой, когда ты, в принципе, там, постоянно, ну, победа в каком-то плане, ну, победа, вот, ты дошел до конца, до финала, и все. То есть я уже больше учеников взять не могу, да, больше у меня часов в сутках нет. То есть это как бы какой-то вот завершающий этап. И нужно понимать, ну, как бы, каким образом это все можно расширить, да, каким образом это все можно увеличить. Ну, для того, чтобы плюс ко всему нужна была, ну, наверное, кроме финансовых каких-либо моментов, нужно четкое представление в голове вообще, что, чего ты хочешь, да, понимание, как ты это все осуществишь. До этого у меня произошла трагическая ситуация, трагически погиб мой муж. И это, конечно, на какой-либо, на какой-то период времени вообще затормозило, наверное, не только мою профессиональную деятельность, а вообще жизнь в целом. Потому что, ну, несколько лет выпали из нее, я, наверное, плохо представляю сейчас вообще, как я жила, не говоря уже о работе. Работала там, ну, как обычно, с удовольствием, оно просто там шло все понакатанное, то есть как оно есть. Ну, и вот таким вот образом я к вот этому результату своему и пришла. Вы заполняли пустоту, по-видимому, которая возникла. Ну, да. Наверное, так. Наверное, не были мои красивые слова, но я понимаю, что такое потери и как сложно с ними жить дальше. Ну, и для того, чтобы все равно что-либо открывать, арендовать, как это, ну, я, наверное, знаете, есть люди, да, действительно, бизнесмены, есть люди просто фанаты своего дела. Вот я фанат своего дела, но, наверное, оно вот движет, да, там, движет меня в этом направлении. Как говорится, безумцы двигают планету, ведь верят в то, что могут это. Наверное, это про меня. Как говорил Стив Джобс, только сумасшедший думает, что он может изменить мир, точка, и он меняет его. А как к сыну относится к вашим успехам? Вот, наверное, правильно вы вопрос задали, потому что, если бы не амбиции моего сына, вот, наверное, благодаря именно его хобби, увлечению, это и дало мне вот эту огромную мотивацию двигаться вперед. Потому что там количество моего дохода, да, ограничилось уже какой-то определенной суммой денег. Он занимается большим теннисом. Это нужно поддерживать, так, это стимулировало. Было как раз, мы были на каких-то соревнованиях, это был август, и тогда я поняла, что мне нужно рискнуть, принять какое-то вот такое решение ради его мечты и ради его цели. Наверное, если бы это прям была моя-мая, где-то бы я, может быть, боялась больше, я бы ее еще откладывала, да, я могла бы ее откладывать, и она бы могла не реализоваться. Вот он мне и дал вот эти вот силы двигаться вперед. Мария, у меня традиционно всегда один вопрос. Вопрос за Одессу. Что Одесса в вашей жизни значит? Мы сейчас находимся в чудесном дворике Бернардаце, и я понимаю, что Одесса – это то место, которое вдохновляет вас. Ой, я обожаю наш потрясающий город. Это просто безусловная любовь. Мне кажется, я ни за что не променяла бы его, ни на какой город мира. Это всплеск эмоций, яркие моменты, потрясающие впечатления, чудесные люди, море, которое я обожаю – бегать, гулять, проводить время наедине с собой, со своим сыном, со своим парнем, с мамой. В любую погоду. Всегда. Дерибасовская с липами, французский бульвар с платанами, приморский бульвар с каштанами. Это невероятно. Все вдохновляет вас. Все вдохновляет, да. И вообще театры, музеи, улицы. Одесса – моя любовь. И Одесса – это город, где сбываются мечты. Абсолютно верно. Абсолютно точно. Я хочу сказать, что у вас получилось замечательно. То, что вы мечтали, вы осуществили. Это очень важно, когда человек имеет внутренний стержень, желание чего-то добиваться в этой жизни. И ваш характер, ваша страстная жажда жить и делать то, что вы хотите, оно свершилось. И есть школа, которая называется школа Марии Глаголевой. Да, благодаря моей маме, которая меня поддерживала, которая каждое мое решение принимала, не отговаривала, не переубеждала, не говорила, как лучше. Вот если ты считаешь, что так нужно… Иди, я тебя поддерживаю. Тогда вы можете спокойно своей маме передать вот замечательный такой диплом, который я вам вручу. О том, что Мария Глаголева, основатель и владелица языковой школы Марии Глаголевой, естественно, как же иначе, является настоящим достоянием Одессы. Я думаю, что ваша мама будет рада держать это у себя на стеночке. Берите, пожалуйста, передавайте маме. Потому что те близкие, которые поддерживают нас по жизни, они именно и помогают нам в нашей жизни. Сегодня в гостях у меня была замечательная молодая очаровательная женщина Мария Глаголева, которая сделала и осуществила мечту своей жизни, создав школу, языковую школу Марии Глаголевой, где учатся замечательные наши одесские прекрасные дети, и не только дети, но и взрослые, получают знания разнообразных языков и понимают, что жизнь прекрасна, потому что чем больше ты знаешь языков, тем больше ты можешь познать мир. Любите жизнь, дорогие друзья, учите новые языки, учитесь в школе Марии Глаголевой, продвигайтесь по миру, познавайте его благодаря языкам, вы сможете лучше это сделать. Всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!